Друзья, всем привет! В эфире самая популярная рубрика о скеле аутентификации. Для тех, кто с нами недавно, я напомню, что в рамках этого шоу мы делимся советами и рекомендациями о том, как отличить оригинальное брендовое изделие от подделки. И сегодня в наши руки попал классный аксессуар французского модного дома Hermès. Это ремень Kelly Belt. Да, вы не ослушались, этот ремень назван в честь той самой культовой сумки Kelly, которая в свою очередь носит имя легендарной голливудской актрисы и княгини Монако Грейс Келли. Кстати, вы знали, что прототип Kelly появился еще в 19 веке. Только тогда модель называлась Отта Круа и предназначалась для перевозки сёдел и других конных принадлежностей. Свой современный вид сумка приобрела только в 1935 году, но в то время модель носила название Сака де Пеш. В честь Грейс Келли аксессуар назвали только в 1956 году, после того, как беременную Грейс сфотографировали с сумкой, которая нам прикрывала свой животик. Но вернемся к нашим ремням. Предлагаю вам внимательнее присмотреться к этим двум изделиям. Прямо сейчас будет очень сложный выбор. Где же оригинал, где же подделка? Но на самом деле, если бы я... Коробка огонь. Если бы они лежали вот так... Цветокоробочка надо поаккуратнее. Вот если бы они лежали вот так, было бы сложнее намного. Тогда мой вопрос, угадайте, где оригинал, где подделка, был бы логичен. В общем, вот этот ремень является оригинальным. Стоимость, кстати, его в ритейле составляет 960 долларов. Есть смысл присмотреться к предложениям на ресейле. В общем, давайте перейдем к осмотру. Надеваю перчаточки свои. Надеваю вот так. Итак, пряжка ремня повторяет дизайн знаменитой застежки Kelly сумки. Для производства фурнитуры модный дом Ремес использует золото или палладий. Цвет, кстати, может быть разным. В качестве основного материала ремня в большинстве случаев применяется телячья кожа. Если, конечно, речь не идет об эксклюзивных заказах, когда в ход идут экзотические материалы. Телячья кожа достаточно плотная и жесткая, но в то же время отличается приятной текстурой. Кстати, этот ремень можно носить не только на бедрах, но и на талии, поверх жакетов, блузок, платьев, как вам угодно. Рассказывая, на какие моменты нужно обратить самое пристальное внимание. Первое, это, конечно, качество кожи. У оригинала она более плотная. В подделке слишком эластичная. Кстати, хотите лайфхак? Сейчас вам расскажу. Значит, берем вот эту сторону замочка и смотрим внутрь. Видите, у нас здесь все части кусков кожи запаяны специальным материалом. Это что-то между воском и лаком. И смотрим в подделку. Кстати, подделка достаточно неплохая. А тут у нас поролон. Между двумя кусками кожи поролон. Добрый вечер. И раз уж мы обратили внимание на фурнитуру, давайте сразу расскажу о ней поподробнее. Давайте заострим внимание на шрифтах. Видите, у подделки черточки более длинные, а надпись Hermes вытянута как будто. В оригинале такого косяка, естественно, нет. А теперь попробуем застегнуть ремни. И сразу становится очевиден главный дефект подделки. Посмотрите, как болтается застежка. Это видно невооруженным взглядом, невооруженным глазом. И даже специально потрясу перед микрофоном, вот так поделаю, чтобы вы слышали этот звон. Не знаю, будет ли он раздаваться при каждом вашем шаге, но в оригинале, естественно, такого не будет. Смотрите, застегиваем оригинал. Идеально выверены расстояния. Пазы входят прекрасно. И мне тут... А, я тут даже не смогу его никак расшатать. Вот, собственно, это тоже один из основных моментов. Сидит в гнезде идеально, миллиметр к миллиметр. Кстати, само колечко застежки у подделки выполнено довольно хорошо. Но, присмотритесь к оригиналу, производитель обернул застежку дополнительно в защитную пленку. Это, конечно, не самый явный признак, но вряд ли фейкмейкеры станут этим заморачиваться. Об этом можно судить хотя бы по тому, как неаккуратно наклеена пленка на застежку. Ремень за 960 долларов не может себе позволить такие кривые пленочки. А еще внимательные зрители обязательно должны заметить, что оригинал металлической пластины, застежки и кожа идеально подогнаны друг к другу. Края ремня очень аккуратно срезаны. Теперь присмотритесь к краям подделки. Кстати, вот расскажу еще кое-что. Раз уж у нас тоже здесь такое сильное расстояние присутствует между металлической пластиной и кожей, то я, естественно, в подделке могу сделать вот так, просто практически отодвинуть кожу от пластины. Вот так. И вот где-то здесь я увижу внутри, не знаю, сможем ли мы показать это на камере, как замочек сделан. И на пластине нет никакого кода. А если я это сделаю в оригинале, очень аккуратно, очень рискую, но, слава богу, этот ремень подходит мне по размеру, отодвигаем, и здесь на металлической пластине, где замочек Келли, я вижу код. В подделке его нет, в оригинале должен присутствовать. Вот он. Не смогу вам его прочитать, но он здесь есть. В принципе, на этом можно было бы остановиться, но мы решили пойти дальше и выявить еще больше отличий. Вы же этого от нас ждете. Так, попробуем настроить размер. Например, даже в закрытом виде поддельный ремень легко растягивается. Мне даже не приходится прилагать каких-то дополнительных усилий. Может, это, конечно, специально так задумано, чтобы после плотного обеда ремень сам растягивался у нас на талии. Но, конечно, это же очевидный брак. Такого дефекта в оригинале быть не должно. Но даже с усилием он у меня не так легко идет. В общем, будет держать размер как нужно. Не разойдется в самый неподходящий момент. Еще один очень заметный признак – это стежки. У оригинала каждый стежок словно по линейке. У подделки короткий, длинный, кривой, прямой, в общем, на любой вкус. Ну и в сравнении друг с другом они смотрятся по-разному. У оригинала стежки более длинные и осторожные, чем у подделки. Посмотрим также на внутреннюю сторону ремня. Здесь у нас располагается код изделия, а также название бренда. Шрифты заметно отличаются друг от друга по размерам. К примеру, у подделки надпись Hermes гигантская и к тому же будто расплывается по краям. Кроме того, у реплики надписи и код сильно вдавлены в кожу. У оригинала все выполнено более качественно, аккуратно и осторожно, я бы сказала. Так, ну что, друзья, на этом все. Надеюсь, что при помощи наших советов вы не попадетесь на обман производителей подделок. А если хотите приобрести стопроцентно аутентичную вещь, то доверьте свой выбор профессионалам Оскелли. Кстати, этот ремень можно приобрести у нас на платформе «Ищите продавца Hermes Seller». Просто пару слов о коробке офф-топом. Ну какая загогулинка у нас здесь есть. И меня, я вообще в шоке от комплекта. Значит, внимание, ленточка Hermes присутствует. Документики присутствуют. У нас здесь чек вообще. О, карточка аутентификации, моя любимая. Вот вроде как все знают, что никаких карточек в Hermes никогда не было и в помине, и не будет, я думаю. Все равно иногда умудряются нам на платформу выставлять чаще всего шарфы вот с такими карточками аутентификации. Я надеюсь, что это просто... Ну это не люди нас намеренно обманывают, а, к сожалению, обманули их. Так, вот здесь у нас особенный цвет лого на пыльничке. И, о, дождевик. Дождевик. Вот так должен выглядеть классический, натуральный, оригинальный набор Hermes. Значит, пыльничек. Маленький пыльничек для одного замочка. Маленький пыльничек для второго замочка, да, для двух частей. Ленточка. Они выглядят существенно по-разному. Ну, кстати, здесь эти аппликации выполнены не в белом цвете, а немножечко в кремовом. У подделки все белое. Причем в подделке это вышивка, а здесь у нас это не вышивка, это какой-то, знаете, как реально аппликация. Ну и вот стандартная бумажка. В общем, комплект это что-то невероятное. Вот, это настоящий коробчик Hermes. Все, я закончила. На этом все, друзья. До встречи в следующих выпусках. Пока.